Я не думаю контролировать, это контроль на границе, так или иначе, это еще определенное свидетельство о том, что это исполняется, вот эта вот модель какая-то на заводе, она собирается в соответствии с техническим регламентом. То есть это еще одна бумага, которая будет подтверждать соответствие. Но для Китая это не будет являться каким-то камнем преткновения. Вообще вот Китай, как вот участвует, активно ли участвует в нашем рынке? Достаточно активно. Примерно какую-то статистику можете привести? Ну, я так думаю, что 90% у нас автобусов, троллейбусов теперь уже, так или иначе, это китайских, как мы их видим, очень немного осталось российских. То есть это конкурентоспособные, да, сейчас? Они уже конкурентоспособные, уже по качеству они, это не те же самые автобусы и те же самые грузовики, которые собирались 10 лет назад, и тут уже сервис на эти грузовики и автобусы есть полностью. То есть Китай не просто вот вез эти машины и бросили здесь, и живи как хочешь. То есть сервисом сопровождается полностью и запчастями, то есть они входят уже на рынок комплексно. Ну вот это соотношение как-то цены и качества? Ну, наверное, оно позволяет, безусловно, качество оно несколько ниже, чем европейские, чем российские модели, но именно соотношение цены и качества, оно здесь пока преобладает. Это радует, что все-таки. Вот какую продукцию мы больше всего сами экспортируем в Китай? Ну, опять же, это нефтегазовый сектор. Вот если его не затрагивать, какие-то другие, прочие. Практически ничего. В меньшем количестве, поэтому. Это отдельные попытки, да. Это отдельные попытки как-то продать туда. Помимо этого сырья еще не очень много идет. Ну вот все-таки я думаю, что планируют, наверное, это все развивать дальше, потому что вот можем сейчас посмотреть, как планируют дальше развивать сотрудничество нашей страны, я имею в виду Казахстан и Китай. Что открываются новые перспективы. Вот по пунктам были разобраны они в ходе минувшего заседания Казахстана Китайского отделового совета. И вот что мы видим. Здесь немножко мелко написано, но в том числе видно, что договорились они о сотрудничестве между Самрук Казана и Государственной электросетевой корпорацией Китая будут строить крупные угольные ТЭС. Также Казатампром и Китайская ядерная энергетическая корпорация хотят создать у нас совместные предприятия КТЖ. И Китайские железные дороги будут развивать как раз-таки грузовые перевозки. Китайская национальная нефтегазовая корпорация Казмоногаз договорились о проведении исследований по нефти. Самрук Энерго и Китайская международная корпорация водного хозяйства и энергетики намерены сотрудничать в электроэнергетической связи. Вот, раз липи, прошу общения. Так мы графику видим. Так же подтверждают, что все доминирует именно энергетика. Все-таки энергоресурсы. Но это не избежать. Чем богаты, тому и рады, как говорится. Ну да, но единственное, что здесь из возобновляемых источников не очень много. Больше приоритет, наверное, на логистику, на СЖД, на... Ну, хотелось бы, чтобы все-таки есть там перспективы в сельском хозяйстве. Это возобновляемые ресурсы. Да, аграрные ресурсы. Неуделенные ресурсы. Именно по переработке сельхозсырья. Если все это будет, то помимо вот этих обычных для Казахстана и Китая энергоресурсов, все-таки появится еще средств, это продукты питания. Новый выход. Вот именно для определенных бизнесменов откроются, можно сказать, двери, да? Да. Вот, ну вот как раз-таки на ближайшее время мы видим, что это крупные компании будут задействованы во всем этом и привлекут также наш малый средств. Ну, а китайский, да, вот на китайском рынке наш товар, какой вот еще может пользоваться? Например, вот что мы можем поставлять в будущем? Ну, это близлежащие регионы. Что можно предложить? Зерно у нас, ну, мука, это то, что можно бы туда, в Китай, отправлять. Мясное животноводство у нас пока, я бы не сказал, что оно на том уровне, что мы можем каким-то образом конкурировать по ценам. То есть по качеству мяса, наверное, да, а по цене, к сожалению, пока еще нет. Товаронародного потребления у нас, к сожалению, исторически мы всем своим казахстанским населением вложили деньги в то, чтобы создать там промышленность эту, по легкой промышленности, именно обуваемся, одеваемся там. Ну, единственное, что здесь хотелось бы, чтобы какие-то корпоративные были договоренности. То есть если мы можем выращивать хлопок, то, может быть, хлопок туда отправлять, те же самые шкуры животных, то есть чтобы как-то это вот проходило более уже на корпоративных каких-то основах. Более конкретная, да, налажена именно система эта. Ну, вот все-таки как продвигается казахстанская продукция на китайский рынок? Какие-то вот еще программы существуют для этого? Ну, пока у нас нет такой целевой программы по поддержанию экспорта, что здесь все-таки Китай хорошо рванул в 80-е годы и успел подготовиться. То есть на сегодняшний день у них продукция стала качеством гораздо лучше. Это не сравнить. Это 10-15 лет. Ну, вы как считаете, сотрудничество с Казахстаном самому Китаю выгодно? Что им это дает? Ну, так или иначе, если вот совместные предприятия будут создаваться, это более прямой выход на российский рынок. Это для Китая, я думаю, что более занимательная такая программа будет, потому что все-таки уровень потребления и количество людей в России больше. А вот эта уже доступность по логистике будет уже гораздо лучше у них. Но, тем не менее, создавая какие-то продукты и какие-то товары для российского рынка, так или иначе, это рабочие места в Казахстане, это так или иначе какие-то определенные налоговые поступления. Ну, вот а вам для вашей работы все-таки чего бы хотелось, чтобы какие вопросы рассмотрели на уровне государства? Ну, есть рабочая группа именно по упрощению администрирования таможенного, и как-то она несколько затянулась вот в своей работе. То есть у нас есть, безусловно, определенные проблемы по подготовке документов, как со стороны Китая. Если те же самые китайские предприниматели для Европы и для наших корпоративных крупных клиентов готовят документы, которые соответствуют всем уровням и нормам, то на уровне малого и среднего бизнеса там достаточно много позволяется эти документы не подготовить так тщательно. И вид этих документов для таможни он вызывает... Такая волокита, да, получается? Получается, чтобы эти документы представить в том виде, который нужен для таможни, это много времени тратится, и не всегда эти документы соответствуют товару даже. То есть, к сожалению, есть эти моменты... Такая именно связь заказчиков, вот именно импортер, да, экспортер, вернее, и вот сам, кто получатель, да? Получатель, да. К сожалению, в этой цепи вот эти документы обороты и само качество документов, они не очень хорошего качества именно для подавляющего большинства торговцев, не торговцев, но кто занимается внешнеэкономической деятельностью с Китаем. Ну вот при договоренности вот по срокам как-то это все учитывается у нас все равно? Вот это вот время между поставщиком и самим получателем. Может быть, сейчас оно какой-то новый импульс получит, именно из-за того, что на 16 декабря состоялось вот это совещание, и затронут там много проблем, связанных с упрощением и с пониманием ситуации. Я так думаю, что здесь есть надежда на то, что все-таки нас услышат. Вот все-таки было же соглашение подписано по поводу вот Харгос. Какой-то же будет сдвиг в этом направлении? Харгос сам по себе, безусловно, он как автомобильный Харгос, как пункт пропуска он уже себя, ну, мягко говоря, очерпал. То есть там и пересечение идет. А с чем это связано? Ну, он не рассчитан на такой грузопоток. И в настоящий момент это и пересечение импортных и экспортных потоков, это не разделение, это загруженность большая. Нет возможности нормально осуществить именно логистику и бизнес-процесс в этих пунктах пропуска. МОЦПС, то, что там создан, и есть уже, по-моему, 8 полос для прохождения именно грузового транспорта, там требуют дополнительных соглашений для того, чтобы эти транспортные средства можно было пропускать не через Харгос, а через МОЦПС. И, безусловно, там упростит, потому что там логистика сделана для того, чтобы этот поток, ну, мягко говоря, то, что проходит на сегодняшний день, порядка 100-120 машин через Харгос, то там увеличение до 300-600 машин. Это в процентном как будет соотношение? Ну, это в 3-4 раза больше. То есть это занимает вот именно наш экспорт по отношению к другим производителям, именно вот авторынок, какой процент занимает именно в Китае? Ну, на сегодняшний день, если говорить по автоперевозке, автоперевозке по импорту, он где-то процентов 30, наверное, занимает. В основном процентов 70 все-таки. Железная дорога возится, товары, но автомобиль... А приоритет вот на чем сейчас у нас? Приоритет, ну, люди так или иначе выбирают между временем и стоимостью вот этих затрат. И на сегодняшний день железнодорожные, безусловно, перевозки, они дешевле. Но вся логистика... В зависимости есть еще, наверное, от материала, так-то идти, от продукта, от самого... Ну да, какие товары там возятся. Но потом все связаны с этим работой. То есть так или иначе товар нужно получить на станции. Там уже другие появляются действия, которые по времени все равно они увеличивают вот это получение товара от железной дороги. Автомобиль один раз погрузил и один раз выгрузил. То есть здесь упрощаются все эти процедуры. И поэтому автомобильный транспорт, он будет всегда вот в этом приоритете. Но он достаточно дорог. Вот все-таки эти задачи, я думаю, что, наверное, благодаря вот этому соглашениям новым как-то они разрешатся. Тем более, что еще и в Казахстан, да, тоже будут рассматриваться строения вот новых каких-то ТЭС вот именно при участии Китая. Ну вот, безусловно, и финансирование тоже, совместное финансирование. Создание каких-то компаний, да, корпораций новых, что это тоже привлечет же в наш Казахстан. Конечно, ТЭС оборудование будет ввозиться так или иначе. У нас в основном имбриджи, это и оборудование, и техника. Ну, в надежде на то, что если построится, если будет связано с сельхозпереработкой, то появится у нас экспорт. Хотя бы в ту же Россию, в тот же Китай уже появится экспорт. Вот и в завершении нашей передачи, все-таки, Геннадий Алексеевич, у нас вот выпуск называется «Персональный интерес». Поэтому мы подготовили определенные вопросы, которые раскроют вас как личность, потому что такие интересные, узнать поближе и получше. Вот я задам вам несколько вопросов, в принципе, кратко можете отвечать на них. Итак, что вы больше всего цените в ваших друзьях? Надежность, наверное. Надежность, да. А вот какую способность вы бы хотели развить в себе или вот какой способности хотели бы обладать? Может быть, как-то в плане фантазировать. Чтобы растянуть время в сутках, вот часов на 25, на 26. Все-таки времени не хватает, да? Не хватает. Несмотря на возраст, оно вроде бы кажется, что вот это уже не очень нужно, это не очень нужно, но все равно на остальное времени не хватает. Ну вот отчего вы больше всего боитесь? Задумывались ли когда-нибудь? Ну, не думал. За несколько секунд так вот, наверное, и не скажешь, да? Не скажу, да. Вот о каким представляется вам счастье? Вот что для вас оно значит? Счастье? Ну, мои внуки, бабушка, семья. Семья, значит, да, в приоритете. Да, правильно. И какой у вас жизненный девиз? Девиз, ну, наверное, простой. Нет ничего невозможного. Это правильный, правильный дейс. В каких случаях вы лжете? Может быть, не договариваю, но как-то сильно не получается лгать, но не договаривать, да. Бывает, да, такие случаи. Бывает. А какое количество, вернее, прошу прощения, качество вы цените в своих партнерах, в своих коллегах? Открытость и возможность сказать все, что хочешь. Спасибо вам большое за ваше участие в программе, за то, что нашли время и приехали к нам. Желаю вам удачи, здоровья и успеха вашему бизнесу. Вам спасибо и вам удачи. Новые задачи по сотрудничеству между Казахстаном и Китаем направлены на взаимовыгодные результаты. А значит, у бизнесменов появятся новые дополнительные возможности для развития своих компаний. Персональный интерес Ирины Нестеренко на этом завершен. Дорожайте своим временем, тем более деловым. Редактор субтитров А.Семкин